Что это такое? Это село Переселенческое. Чтобы вы поняли, вот оно какое без прикрас. Отсюда до Магнитогорска 60 километров. Это практически рядышком. Прекрас тут не будет. Нам-то горожанам понять надо полное отсутствие дорог. И это сложно. До Фершанки дорогу сделали, а что рядом? Рядом звездец полный. Самое забавное, что деньги на дороге даются, только где они, а? Жители поселка Переселенский на Гайбасского района обратились с целью нашего содействия в решении вопроса касаемого вот этой вот дороги, которая около 20 лет уже существует, вроде как асфальтированная, но от асфальта здесь не осталось ничего. 20 лет они пишут письма Министерства дорожного хозяйства, главе района, главе своего поселения. Результата пока нет. Получают отписки, что в этом году, в следующем году, через год мы все это отремонтируем, все сделаем. Но в течение многих лет дорога это не делается. Люди получают только отписки и какие-то надежды, ожидания. И все. Вот этот поселок Переселенский. Дорога, соединяемая между двух поселков. Кошмар? Да, все кошмар. Если проедешь, колесо не отвалится, то, наверное, тебе повезло. Еще больший отстой дорожный до Гумбейки. Тут жесть. По такой трассе из Биробиджана до Чты, а это 1700 километров, я мотался в 2007 году. Там еще скалы были. Эту историю вы можете увидеть в Ютьюбе. Но почему рядом с городом в топе такая жопа, а? То есть с вас деньги собрали, да? Со всех собрали. И ничего не сделали? Да. То есть нормально, да, работаем, хорошо? И за него еще голосовали, да? Голосовали вы за него? Да, все ходили там голосовать. Но что-то не получается, да, Витя? Да. Плохо? Он не делал что-то. Плохо, да? Плохо. Плохо, плохо. Вот маршрутки, это ни автобус, ничего не ходит. Ничего не ходит. Сюда не зайдет. Сюда собраться неизвестно как, да? Потому что дорога плохая. К вам, говорят, заезжать. Вот так ничего не ходит. Вот такси вызываем, так на такси. Вершанку оттуда. Это. Уж становится ясно, когда мы видим событийность. По сути, ничего из разряда колхозов. Остались фермера. На технике, которая лет-то более 50. Тогда, в 2014-м, мы воткнулись в очередной кризис. Я спросил у представителей еще той крутизны Измайловского района Кизила. Почему вас уничтожали, а потом к вам пришли за скотом? И так прошло 10 лет. А воз и ныне там. Мне говорят, не люби русское село. А я буду его любить. Потому что моя бытность в области телевидения началась именно тогда, когда у нас была программа Юг. Когда мы показывали, что русское, магнитогорское, челябинское село живет. Это было очень интересно и красиво. Но прошло уже, грубо говоря, это был 95-й год, а сейчас даже не 2005-й и даже не 2015-й год. А скоро будет практически 30 лет, как я работаю на телевидении. Скоро. Будет 30 лет. Что произошло? Ну, что мы будем говорить? В некотором количестве даже более интересно. Потому что мы приехали туда, где есть газопровод. Здесь есть газопровод. Молодцы, слава тебе, господи. А дороги-то почему нет? Именно по случаю проблем с дорогой мы сюда и приехали. Я не противник того, чем мы сейчас занимаемся. Но если человек сказал, а он сказал, то дорога должна быть. Я, конечно, понимаю, что все не очень хорошо и некрасиво, и пятое-десятое. Но если ты сказал, то делай. Сейчас будет другая мысль, с которой село поедет к президенту. Потому что его кормят дороговизной пшеницей. А раньше за пшеницу давали 25 тысяч. Сегодня 4,5. Где цена твари от птицеводства? И самое главное, кто встает на защиту? Защищает их КПРФ. Я понимаю, да, то, что, в принципе, здесь люди живут. Расстояние от города не сильно большое. 60 километров всего. А сколько у вас езда? То есть до суда доехать, по-моему, было бы гораздо быстрее, если бы была нормальная дорога. Да, но до перекрестка мы едем полчаса. И потом еще полчаса мы едем до города. Но от перекрестка до дорога вообще ужасная. Эти кочки на кочки. Мы вот уже начали вот так вот ездить. Мы уже знаем, где какая кочка. Но когда снег и дождь, эти кочки же заливаются. Их вообще не видно. И вот эти машины, когда тыркаются, они вот так об эти кочки. А другой вопрос, да, то есть если здесь возникла проблема, то есть у человека возникла, ну, допустим, аппедицит, да? Сколько сюда маршрутка, в смысле, скорая помощь так же и нетороплива? Скорая помощь находится в Фершампиноазе. Это еще и другое место. Это другое место. Нужно доехать до Гумбейского. С Гумбейского еще до Фершампиноаза. Ну, наверное, минут 15 езды. Но они могут не приехать. Вот у меня был приступ, когда летом у меня камни в Желочном были. Я вызвала скорую, но они не приехали. Меня муж быстрее отвез в город на своей машине. Потому что они даже сказали, а мы не поедем к вам сюда. Клево, да? Очень приятно. А ребенок вот в июне, 1 июня сломал руку. Мы плакали с ним всю дорогу, пока ехали. У него был перелом со смещением. У него рука вот так дугой была. И когда мы ехали, он плачет на каждой кочке. Я плачу, потому что я понимаю, мне быстрее дороги нет. Мы отдали деньги, да? Мы платим налоги, да? Тем более налоги уплатите. Куда деваются налоги? Куда деваются, они неизвестны. Нам обещают каждый год, что нам сделают, нас поставят там в план. Вы этом году должны были сделать вам дорогу. Сделали? Нет, не сделали. Ну, красиво. Не сделали. Теперь они всегда отписываются, что ждите, вас поставят в план, может быть, в 24-м году, может быть, в 25-м году. Вот каждый год отписываются они очень быстро. Мы пишем во всякие инстанции, ответ приходит мгновенно. Все, мы вас услышали, да. Мы услышали, поставим вас план. Ну, это то же самое, что коррупция, да? Говорит, что коррумпированность везде, и тишина. И тишина. А, ну, мы ждем, ждем, да. Мы боремся с коррупцией. Да уж. Ну, когда вот дети, вот мы, вот это когда здоровый человек... Мы боремся с коррупцией, да. А вот остальные, как бы, там сложности у него не дали. Да, здоровый человек по этим кочкам едет, но еще терпит. Но когда вот больной, и сколько скорая приезжает, если ее, это я не представляю. Сколько лет вы обращаетесь вообще в администрацию? Куда вы обращали? В правительство, в администрацию района? Недавно вот у нас новый глава Нагайбакского района, он создал на сайте ВКонтакте, красный блокнот называется. Мы писали ему, туда написали, писали в министерство, писали «Помоги Текслер», вот ВКонтакте какие-то... А вы же до этого еще Текслер обращались? И до этого мы много писали, да. Но мы вот искали, чтобы сейчас найти, это запись удалена. Мы не смогли найти просто подтверждение того, что это, в Челябинск мы писали. А примерно сколько лет все-таки у вас проходит просьба? Ой, ну вот 20 лет назад я беременная была, вот ехала по этой дороге, я родила ребенка раньше на неделю, потому что я шла пешком, да, я вышла, говорю, я пойду пешком, я шла пешком, я садилась в машину, пока он меня довез до дома, и все, на следующий день у меня начались схватки, я раньше родила, потому что, ну это невыносимо было. Ну вот 20 лет я сюда ещу, 20 лет нет никаких движений. Ну за эти 20 лет хотя бы раз ремонтировали эту дорогу? Ой, вот в том или позавтом году, вы может быть видели на перекрестке, что-то там кто-то приезжал, я не знаю, почему они сделали какие-то... Я видел там пару заплаток. Несколько заплаток, и это было вот, наверное, ноябрь, когда уже был снег, может быть, кто-то о ней отчитаться, вот они сделали несколько полосок, и все, и дальше опять, что было как было. Основная-то вот протяженность дороги-то, она как и была с кочками, с ямами. А вы еще не проехали до Кумбейского? Вы только до нас? Да. Вот проедете сейчас до Кумбейского? Это вообще невыносимо. Вот я сейчас ехала, это ужас какой-то, на каждой кочке, я торопилась сюда к вам, это ужас. А туда едет автобус, да, вы проедете сейчас еще туда. И автобус, вот сейчас мы объезжаем, и каждый раз, я боюсь вот это, там же уже обрыв, чтобы на кочке не ехать, мы едем по обрыву. А не дай бог, этот автобус туда, в этот обрыв, детей возят немало здесь. Ко главу района, района Тимофеева, что чтобы сюда он пригласил кого-нибудь из своих заместителей, сейчас сюда подъедет и Быков, обойдолосный Лиманович, и глава поселка Анна Андреевна, вот мы ее тоже пригласили, для того, чтобы вот у жителей есть вопросы по поводу дороги вашей, двух участков дороги, да, одна от Гумбии, перекрестка до Переселенки, до Переселенки, да, из Переселенки до Гумбии. Вы, например, как депутат поселения, что он делал как заместитель главы города, района, вот, и, наверное, свяжемся с министерством, с Челябинском, что, может быть, они ответят по поводу многолетних обещаний, когда же все-таки вы добьете своего результата. Вы со своей стороны что, что-то переписали? Ну, по дороге. Неоднократно обращались вместе с жителями, были коллективные письма, то есть у меня ответов жителей нет. Собственно, Илья Александрович, второе письмо на его имя, располагаю только этими данными. Да, там были коллективные письма. Коллективные письма, и к чему они не привели? Ни к чему, да? Ответы пришли. Но дороги нет. А это было рядом с клубом, в особенности Магнитогорск, где части клубов уничтожены, а части сделаны. Так вот, вы должны видеть вот такой клуб села Переселенческая. Это жесть. Вы говорите дорогу, а кто принимает-то? Обслуживает дорогу Уралсервис. Принимает Министерство Дорожного Хозяйства представителей. Там есть строительный контроль, они все акты им сдают, но не администрации Нагребарского района. Администрация в этом плане не участвует. В подъемке, в ремонте. Мы только со своей стороны можем реагировать и оказывать внимание, говорить, что да, действительно дорога в плохом состоянии, плачевно, что требуется, ремонт. А каким образом еще реагировать? Вы говорите, мы можем реагировать и писать, грубо говоря, жалобы. Каким образом еще вы можете реагировать? Мы говорим на совещаниях, на встречах, везде все обозначаем, что требуется потребность съездки этой дороги ремонта. Вот на сегодняшний день после наших реакций, после наших писем, в первую очередь отремонтировать Балканы в примыкании к селу Саршенпин-Лас. Вот эту дорогу, двухгодичный контракт, трехгодичный контракт, который ремонтируется на сегодняшний. Вы если проехали бы, посмотрели бы, увидели, что да, там асфальт, там вообще в ужасном состоянии дорога была, там и проходимость, и продвижение, там и ситно, и много транспорта, который ходит. В этом плане мы всегда пишем, где-то пишем, где-то в Урсен-Встречах обозначаем, что дорога требует ремонта. У нас на сегодняшний день дорога требует ремонта, где южный, фершапин-Лас, северный, вот эта дорога, в плачевном состоянии. У нас требует ремонта очень много, это все областные дороги, Кассель, Нагайба, Астраленская дорога, требует ремонта Лебединая, Париж, дорогу требует, Подгорная, Чернореченск, Кассель, эта дорога требует тоже ремонта. Это все дороги областные, то, что обозначаю, которые необходимы. И здесь тоже самое. Мы, может быть, где-то в некоторых письмах не пишем, что именно переселянка эта дорога, но по проходимости, по важности мы обозначаем все дороги, которые необходимы ремонтировать. Смотрите, не конкретно. Мы пообщались с жителями сейчас, да, и они сказали, что вот на протяжении 20 лет все-таки они требуют ремонта, хотя бы ямочного ремонта вот этой дороги, потому что мой муж приехал сюда именно по переселенческой дороге, а не по Балкану. По ямочному ремонту мы увидели работу только самих жителей. То есть сами жители мне сказали, что они ее чуть ли не ремонтировали. В прошлом году ямочный ремонт Уралселезгрупп проводил. Если проводил ямочный ремонт... Очень, очень. Ну, мы там увидели... Да, качество может быть и количество не в том объеме, который хотелось бы, но такого нет, чтобы в течение 20 лет вообще ничего не делалось. Это вы как говорится, передергиваете, Александр Сергеевич. где есть... Вот я сам лично сейчас проехал. Ну, 20 лет не может быть дорога, чтобы не обходить. Два или три участка по 10-15 метров действительно стоят за палкой. Только участки они не 20 метров у нас же всего. То есть сколько километров? 7? Да? 7 километров. А 20 метров участок отремонтировано. Ну, это же ведь это же не работа, правильно? Я согласен с вами, Александр Сергеевич, что надо, потребность ремонтировать. Вопрос-то в чем? То есть если бы, допустим, вы, как руководитель района, писали бы письма там ежемесячно с требованием, там, требуем, да, отремонтировать там дорогу, план поставьте, то есть покажите документы, чтобы план поставить, где проездно-смертная документация, мы этих документов-то не видим. Мы видим, что вот люди требуют, да, от вас требуют, от Экслера требуют, от правительства области, они требуют, у них приходят отписки, вот они у нас есть, да, о том, что, да, план на 2022 год поставили, план на 2023 год поставили, вот я сам лично видел отписку, что в сентябре 2023 года будет проведен хотя бы ямочный ремонт, а в 2024 году уже проектно-смертная документация, то есть это ежегодная отписка, вот у нас сейчас сегодня ноябрь, конец сентября уже давно прошел, никакого ямочного ремонта мы не увидели, а где ваши потребования, ну вот вы, где вот требования от правительства? Правительство мы не пишем, мы министерство дорожного хозяйства плотную, да, с министерством дорожного хозяйства плотную занимаемся, вот эти требования, но они же обещали? Я могу показать, вот сейчас с тобой я не взял, какие-то требования, где-то что-то, могу поднять, сейчас, мы отдельно, пожалуйста, они обещали, подождите, вы если дали мне слово, дайте сказать, а то вы не даете слово сказать, вот смотрите, они обещали, да, проекты с методом документации в 2024 году, мы вот, подрядная организация, которая разговаривала, да, на сегодняшний день, на 2024 год, планирует выполнение полностью ремонта. Конкретно про эту дорогу, я пишу про все дороги, у меня нету распределения, допустим, Фир-Сан-Пенуаз, Париж, или Поборная, мы это обозначаем, всегда обозначаем, приоритет выставляет Министерство дорожного хозяйства, мы пишем, но у них возможности, возможности таких нету, да, ну с удовольствием, весь район, везде расход закатали, мы со своей стороны можем только обозначать эту проблему, что есть, но мы туда ставим финансовые средства с бюджетом, и это понятно, только мы с жителями не видим, что вы обозначаете вот эту проблему, я вижу, что жители, что это обозначает, понимаете, они пишут письма, требуют, а я не вижу, что район, вот, мы жители поддерживаем, когда пишем, что да, необходимость это, жители пишут, депутаты есть, как вы не поддерживаете, у вас душа за них болит, конечно, душа болит, и сердце болит, кроме сердца, надо еще какие-то требования писать, когда мы требуем у главы города, так мы его задолбаем своими письмами, своими требованиями, да, и потом еще... Кто пишет в главе города, Александр Сергеевич, вы это, кто это имеете в виду? Общественники, депутаты, у нас общественники, депутаты, они глава района письма, вот о чем речь, я первое письмо увидел, вот мне Анна Александровна предоставила, Андреевна, она предоставила очередную, вот, письмо, на министерство дорожного хозяйства, вот, от них предоставила требования, то есть, опять очередные отписки о том, что мы там обещаем до 22-го года там отремонтировать, до 23-го года отремонтировать, вы же не контролируете этот процесс, понимаете, не отремонтировали, где, почему, от вас никакого реактирования-то нету. Да уж, шлоф-то нет, это рядом с Магнитогорском, есть и дети, это хорошо, по-моему, за ними будущее. У нас все думают о чмарях, дитятков, которые просрут наворованные, а эти будут жить. Главное понять, что без села не существует города, нам перекрыли импорт. Вот откуда наша часть, и честно, работая только с КПРФ, вот наша сила. Это, к сожалению, недалеко от города, до города Магнитогорска, примерно 60 километров. То есть, в принципе, давайте все-таки определимся, что здесь люди уже работают с мозгами, потому что город Магнитогорск может съесть все, что должно быть. Он съест и курицу, он съест и свинину, он съест и густятину, и курятину, и баранину. Это все нормально, это рядышком с городом располагается. Но вопрос именно пришелся к КПРФ по одной простой причине, что я все понимаю, но мы не понимаем результат. Результат должен быть немножко в другом составляющем. То есть, если человек сказал, то вопрос должен быть решен. Человек сказал, вопрос не решен. КОНЕЦ КОНЕЦ